Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ посетила делегация 30 топ-менеджеров компании Local Engineering. С визитом в Казанский университет прибыл директор международных программ Лондонского университета. В КФУ состоялся визит делегации Юго-Западного нефтяного университета. Продолжается визит делегации Казанского федерального университета в Японию. Прежде всего, представители КФУ провели встречу с председателем наблюдательного совета Университета Киндай, а также приняли участие в открытии студенческого научного саммита Университета Киндай. Члены делегации также посетили Тайкиский технологический университет. С коллегами была достигнута договоренность о создании совместного биотехнологического центра на площадке КФУ. А теперь к другим новостям. Казанский федеральный университет посетил директор международных программ Лондонского университета. Более подробно смотрите далее. Казанский федеральный университет посетил региональный директор международных программ Лондонского университета Льюис Маккинон. В рамках визита он пообщался со студентами и обсудил с руководством новые перспективы сотрудничества. Льюис Маккинон считает, что партнерские программы позволяют значительно снизить затраты студента, так как обучение проходит в УЗИ-партнере, а по окончании обучения выдается второй диплом. После последнего визита Льюиса Маккинона в Казанский федеральный университет, который был в мае, произошли значительные изменения в сотрудничестве, благодаря которым российские студенты смогли поступить в университет Лондона. Льюис Маккинона в Казанский федеральный университет Лондонский федеральный университет Лондонского университета. У директора Лондонского университета высокие ожидания от данного сотрудничества, так как российские студенты показывают хорошие результаты. Эльвира Зорина, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегация 30 топ-менеджеров компании «Лукойл Инжиниринг». Во главе с генеральным директором. Более подробно смотрите далее. Казанский федеральный университет с визитом посетил генеральный директор компании «Лукойл Инжиниринг» Вадим Воеводкин. В рамках встречи ему рассказали об истории Казанского университета. Были намечены возможные пути сотрудничества. Посетить университет приехали и сотрудники «Лукойл Инжиниринг». Это 30 топ-менеджеров. Делегация ознакомилась с лабораториями Химического института имени Ботлера ВКФУ. Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев представил разработку ученых САЕ «Эко-нефть». Делегация побывала и в лабораториях ритгеновской компьютерной томографии, петрофизических методов исследования геоматериалов, расположенных в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Научные сотрудники подробно познакомились с материально-технической базой. Мы развиваем стратегическое партнерство с вузами как в Российской Федерации, так и за рубежом. На сегодняшний день мы имеем 7 таких стратегических партнерств. Мы ищем новых стратегических партнеров. И один из таких стратегических партнеров, который мы рассматриваем в ближайшей перспективе, это ваш университет, Казанский Приволжский федеральный университет. Вот там материальная база и те научные разработки, которые мы увидели, позволяет нам планировать о том, что сотрудничество по многим направлениям мы будем развивать. О возможностях Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ рассказал директор Центра Ильдус Чукмаров. А после экскурсии по лабораториям проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев провел встречу со всей делегацией. Здесь обсуждались вопросы сотрудничества в области развития персонала, это обучение и повышение квалификации сотрудников Лукоил Инжиниринг, подготовка кадров высшей квалификации, а также научное взаимодействие и использование лабораторной базы. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюс. Каждый год в Казанский Федеральный Университет поступает тысячи иностранных студентов. Какова же статистика иностранных обучающихся на 2019-2020 учебный год? Узнаете в следующем сюжете. В этом году в Казанский Федеральный Университет поступило более 3,5 тысяч иностранных обучающихся из 54 стран мира. В Казанском Федеральном Университете обучаются студенты более чем из 100 стран мира. Если говорить об основных странах прибытия иностранных обучающихся, в этом году это прежде всего Туркменистан, Узбекистан, Китай. Далее следует Казахстан, Таджикистан, Индия, Ирак, Эквадор, Колумбия. В результате в этом году будет более 8,5 тысяч студентов на образовательных программах. Кроме того, в этом году большое количество студентов присоединится к нам на программы подготовительного факультета для иностранных граждан. Это порядка 500 человек будут изучать русский язык в течение года с нами, затем также будут поступать к нам для обучения на основных программах. И традиционно, конечно же, в этом году в Казанский университет прибывают стажеры. Это студенты из университета партнеров Казанского федерального университета. Мы ожидаем порядка 200 стажеров. Таким образом, уже наше образование иностранных студентов в Казанском федеральном университете составит более 9 тысяч. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации из Юго-Западного нефтяного университета. Более подробно смотри в следующем сюжете. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ посетила делегации из Юго-Западного нефтяного университета Китая. К нам приехала делегация из Юго-Западного нефтяного университета, а также из нефтесервисной компании, которая занимается методами лечения нефтеодачи. Они приехали сюда, чтобы обсудить наши дальнейшие проекты. Мы уже много работаем с Китаем. Это один из наших главных партнеров. Сегодня мы рассматриваем запуск новых проектов в области повышения нефтеодач, связанных с добычей нефти, с использованием технологий эмулисификации, а также ограничения водопритока. На сегодняшний день основная проблема нефтяной индустрии связана с добычей трудноизвлекаемых запасов. Поэтому были обсуждены новые технологии, позволяющие повысить эффективность добычи. Сегодня нами будут подняты вопросы тех совместных проектов, которые мы хотим запустить. И завтра мы уже будем их совместно представлять в Татнефти и в малых нефтяных компаниях Татарстана. Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюс. Доцент Института физики Казанского университета Дмитрий Чекрин стал лауреатом премии имени Завойского среди молодых ученых в области физики в направлении прикладных исследований. Более подробно смотри далее. 26 октября в Казанской ратуше состоялось награждение победителей международной премии имени Завойского. А также прошла церемония вручения Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых в области физики. Лауреатом премии в направлении прикладных исследований стал доцент Института физики Казанского университета Дмитрий Чекрин. Я стал лауреатом премии Завойского, лауреатом молодежной премии Завойского в области прикладных наук за совокупность заслуг по разработке систем навигации, связи и систем управления как раз в своем комплексе по своему объему статей, патентов и результатов интеллектуальной деятельности. Дмитрий Чекрин уже несколько лет связан с одним из масштабных проектов по созданию беспилотного транспорта совместно с компанией ПАО КАМАЗ. Беспилотным транспортом мы занимаемся с ПАО КАМАЗ уже достаточно давно и мы развиваем эту тематику. Мы сейчас развиваем большую группу технологий, которые касаются обеспечения не только беспилотного транспорта и наземной техники, но и техники воздушной, наводной. То есть мы в общем занимаемся сейчас непосредственно обеспеченными технологиями, технологиями навигации, связи, ориентации, принятия решения, функциональной диагностики. Отметим, что ПАО КАМАЗ и КФУ создают целую серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. Мы как раз занимаемся технологиями, которые обеспечивают надежность эксплуатации и корректность принятия решения в любых условиях. И опять же для всех видов техники, начиная от наземной и заканчивая наводной. И вот в ближайшее время собираемся заняться и подводной техникой тоже. Лилия Талипова, Универниус. На этом все. Смотрите на социальных сетях. До новых встреч!